Вторник, 12 часов дня. Мы едем с вами устраивать социальный эксперимент. Друзья, всем привет! В августе 2017 года мне потребовались деньги на улучшение жилищных условий. Напомню, мои родители всегда хотели купить дом, и в августе 2017 года у нас появилась такая возможность, но не хватало денег. Я решил отправиться в Альфа-банк для того, чтобы взять тогда потребительский кредит на 5 лет и на 1 миллион рублей. Я приехал с простыми намерениями взять деньги с желанием, естественно, их вернуть. Я объяснил человеку, что я ни разу не брал кредит, попросил помощи консультанта. Что произошло тогда? Меня дико кинули. Мне дали 1 миллион рублей под ставку 16,5%. Так еще мне воткнули 264 тысячи страховки жизни, о которой мне ничего не сказали. Забегая наперед, скажу, я отбился от этой страховки жизни спустя полгода. Я сделал рефинансирование, причем чего сэкономил 200 тысяч рублей по процентам. Я из этой ситуации вышел победителем, и тогда, благодаря даже Альфа-банку, я научился на этом зарабатывать. Несколько недель я просидел дома на карантине и подумал, интересно, а что-то сейчас изменилось? И сейчас с экранов телевизора постоянно говорят то, что ставки стали ниже 10%, что постоянно идет поддержка от центрального банка, что правительство пытается контролировать работу банков. Вводятся дополнительные законы с 1 ноября, там возможность вернуть страховку даже спустя год за неиспользованный период, что все это так здорово. Ребята, мы сейчас с вами отправляемся в то же самое отделение, где 3 года назад я брал кредит. И я сейчас приду с такими же намерениями. Попрошу рассчитать мне потребительский кредит на 5 лет 1 миллион рублей. И точно так же скажу, что ничего не знаю, помогите, посоветуйте сами кредитование, что вы мне сделаете. И посмотрим, что мне сделают и какие условия назовут. Все это будет в этом ролике. Перемещаемся в банк. Друзья, и забегая наперед, доношу до вас следующую информацию, что в этом ролике мы сразу убьем двух зайцев. В Альфа-банке я подался на кредит как индивидуальный предприниматель и узнал, какая поддержка для малого бизнеса. И я пошел в ВТБ. В ВТБ мы точно так же 3 года назад брали кредит на 1 миллион рублей. В этом ролике я расскажу, какие тогда были условия и что озвучили сегодня мне уже как физическому лицу. Приятного просмотра. Но у нас есть спонсор выпуска. Несколько минут о нем. И после чего мы переходим к основной теме выпуска. Приятного просмотра. Говорят, если вашего бизнеса нет в интернете, то его нет вообще. И 2020 год показал нам, что это самая настоящая правда. Бизнес без представительства в интернете это то же самое, как машина, которая у вас просто стоит в гараже и вы на ней не ездите. Она требует меньше затрат, но пользы от этого ноль. Разве что друзьям похвастаться. А машина, которая эксплуатируется каждый день, конечно же требует больше расходов. Но она дает вам возможность зарабатывать ваши деньги. То же самое происходит и с бизнесом. Я рекомендую вам Текстеру, агентство комплексного продвижения в интернете. Если у вас еще нет своего ресурса и вы вообще не знаете с чего начать, то обратиться к ним это идеальный вариант. Они расскажут, распишут, объяснят, что и почему нужно именно вам и именно на этом этапе. Условно, если вам нужен мощный вездеход, вам не станут продавать кабриолет. Или же наоборот. А если какой-то ресурс есть и его надо просто раскачать, с этим тоже к ним. За 13 лет ребята успели поработать с бизнесами разных тематик. Сетевое и торговое оборудование, дизайн, медицина, строительство, юриспруденция и другие. Площадки тоже любые. Сайты, лендинги, социальные сети, ютуб, мобильные приложения. Подходящий вариант найдется для каждого. В описании этого ролика вас ждет ссылочка на сайт Текстеры, перейдя по которой вы сможете почитать обо всем, что вас заинтересовало. Также там есть контакты, связавшись по которым, вы получите грамотную консультацию, и специалисты ответят на все ваши вопросы. Друзья, прокачивайте ваш бизнес вместе с Текстерой. Ссылочка ждет вас в описании. Магия монтажа, и мы с вами перемещаемся в район Даниловский, в то самое отделение, где я три года назад брал потребительский кредит. Друзья, хочу дать несколько комментариев. Первое. Когда я рассказал о том, что меня обманули, и что меня вот обсчитали, я пришел, как обычный человек, с желанием взять денег, в долг, под процент, выплачивать исправно. Некоторые люди просто получили от этого колоссальное удовольствие, когда видели, что тебя кинули. Ха-ха-ха, сам виноват. Хотя на моем месте оказываются сотни тысяч других людей. Казалось бы, 30 минут пешком, и мы будем стоять с вами на Красной площади. Мы находимся в центре Москвы. Известные банки по этой цепочке идут, которые рассказывают там с экрана телевизора, как легко взять кредит, что все честно, все прозрачно, все выгодно. На деле кидают просто средь бела дня. Я делаю акцент, что никакой задачи опошлить банк, нагнать какой-то панике, суеты, у меня нету. Моя задача простая. Смоделировать ситуацию, что сегодня тебе нужны деньги. Ты не разбираешься в кредитах, ты посмотрел рекламу, выбрал банк, ты приходишь и просишь дать тебе 1 миллион рублей на 5 лет потребительский кредит. И ты хочешь получить качественную, грамотную финансовую услугу. Кредитные деньги используют практически все предприниматели в нашей стране. Многие люди берут деньги, зарабатывают, возвращают. Это нормальный инструмент. Самое главное, им уметь пользоваться. Но самое главное, чтобы вас никто не обманывал. Что я сейчас делаю? Я включаю диктофон, отправляюсь в отделение. Раз, два, три, запись пошла. Раз, два, три, запись пошла. Я не буду заходить туда с камерой, скрытой камерой, снимать. Вы сами прекрасно понимаете, сейчас вылетит куча охранников. А что вы снимаете, на каком основании? Я приду, сяду, положу паспорт и попрошу дать мне предложение на 5 лет и 1 миллион рублей. Я отправляюсь туда, а вы ждете меня, после чего я вернусь и все по-честному вам расскажу. Я пошел. Первый, первый, я второй, как в старые добрые времена. Иду просить денег в долг. Здрасте. Хотел попросить дебетический кредит посчитать на 5 лет, миллион рублей. Как нужно называть цель? На что деньги нужны? Ну, это сейчас там в просректе. Паспорт можно, да? Ну, а дальше предстоял 20-минутный разговор с менеджером, который бил по кнопкам, заполнял анкеты. Но, друзья, чтобы ваше время не тратить, я расскажу кратко, что происходило. Придя, сев за стол, он спрашивает меня, вы как хотите кредит взять? Как физлицо? Или как юрлицо? Как предприниматель? И тут мне приходит в голову мысль, блин, да в этом сюжете мы убьем сразу двух зайцев. Почему? Я подам заявку как индивидуальный предприниматель. Поддержка малому бизнесу. Сколько сейчас об этом говорят, то, что малому бизнесу нужно помогать. При этом в этом году антирекорд очередной для нашей страны с точки зрения того, что очень много индивидуальных предпринимателей и юрлиц закрылось в силу того, что они не вытягивают такую нагрузку, которая происходит на рынке из-за пандемии, из-за кризиса. Что происходило? Мы подаем заявку. Я говорю, ну давайте рассмотрим как индивидуальный предприниматель. Все, что нужно было, я ему все озвучил. ИП действующее, ИП с оборотами. Я назвал все по-честному. То бишь для того, чтобы взять 1 миллион рублей на 5 лет, были все условия. Но буквально через одну минуту после того, как он подал заявку, мне тут же автоматом прилетает отказ. Он говорит, блин, не знаю, странно, давайте попробуем карту вам кредитную оформить. Там можно до 1,5 миллиона рублей взять. Я говорю, ну давайте, поддержка малому бизнесу, нужны деньги на развитие. Хорошо, хорошо, сейчас все сделаем. Мы подаем опять же на 1 миллион рублей, собираем всю информацию, отдаем, опять отказ. Он говорит, ну все, ничем не могу помочь, до свидания. К слову, смс о том, что мне отказано, пришла через неделю, после того, как я подал заявку. Кто-то скажет, тебе отказали, потому что с Альфа-банком у тебя плохие отношения, ты наверняка там в черном списке, любому другому человеку бы наверняка бы одобрили. Это не так, потому что, пойдя в банк ВТБ, когда я там присел за стол, я кредит как физлицо или как предприниматель. Я говорю, а как лучше? Он говорит, ну если как предприниматель, то вероятность 99%, что вам будет отказ. Естественно, она свой ответ никак не аргументировала, но здесь понятно, предприниматели сейчас находятся в большой зоне риска, и банку такие кредиторы нахрен не нужны, потому что банк понимает, а вдруг у меня дела не пойдут, я начну банкротиться, соответственно, ну тебя нафиг, дорогой предприниматель, чао пока, по Альфа-банку сразу отказ. Соответственно, выйдя оттуда, отправился в банк ВТБ, и вот у меня есть вот такая бумажечка. Друзья, вот это вот предварительные расчеты по кредиту, вот эти вот бумажки, желтые стикеры, это вот так вот выглядит коммерческое предложение от банка, написанное от руки менеджера. Я вам ввожу на экран официальный сайт, что ВТБ, что Альфа, вы видите, какие ставки нам обещают. Изначально я захожу, и есть такой экспресс-расчет. Что это такое? Вот так это выглядит, официально ни к чему не прикопаешься. Можно это считать документом, можно это считать то, что какой-то обман, введения в заблуждение. Нет, конечно. 1 миллион рублей на 60 месяцев. Она мне говорит, примерно у вас будет платеж 23 тысячи рублей в месяц. При этом она рассчитывает так, что 163 тысячи рублей, страховка жизни, и ставка будет 6,9. Сразу здесь останавливаюсь. Страховка жизни, это фуфил полный. Есть куча историй, когда люди умирают, мы про это будем снимать, которые были застрахованы, приходят в банк, приходят страховые, а им говорят, это не страховой случай. Страховка жизни, человек умер в своей смерти, он ничем не болел, вот так произошло. Это не страховой случай. Есть подтверждение, есть материал, все это будет на канале. Далее. Если вы откажетесь от страховки, то естественно вырастет ставка по кредиту на 5-6%, что соответственно сразу будет совсем другая история. Надо подавать заявку. Подаем заявку, просидел я примерно 15 минут, и расчеты пришли совсем другие. Про страховку жизни она уже слова не сказала. Все разговоры я все записал. 1 миллион рублей на 60 месяцев ставка выросла на 3 пункта, 9,9, но при этом платеж у нас получается 24 тысячи 700 рублей. Вот почувствуйте разницу. Было 23 тысячи, уже стало на 1700 рублей в месяц больше. А на 60 месяцев, пожалуйста, вот вам цифра разницы на экран. А вот сейчас начинается такой кульминационный момент, ради которого я все это затеял. 3 года назад моя жена взяла там кредит, 1 миллион рублей на 5 лет, и ей дали ставку 16%. При этом в тело кредита воткнули страховку жизни, внимание, на 136 тысяч рублей. Когда я звонил в банк с вопросом, а вот я хочу отказаться от страховки, ну, так же разговаривал, она включала громкую связь, я ей говорил, что говорю, потому что вы сами понимаете, со мной разговаривать никто не будет. Сотрудники банка, такое ощущение, как будто они получают вот такое удовольствие, когда они тебя шлют нафиг, да, культурно как бы. Мы говорим, хотим отказаться от страховки. Нет, у нас так нельзя. У нас коллективное страхование, хоть через час, хоть через там день, после подписания кредита, никто вам ничего не вернет. На тот момент срок охлаждения официально был 5 дней. Сегодня это 14 дней. В дальнейшем, говорят, с 1 ноября, ты можешь отказаться в любой момент, закрыл кредит досрочно, вот неиспользованный период, ты деньги свои как бы имеешь право вернуть. Почему как бы? Как там будут делать перерасчеты, это одному богу известно. Посмотрим, какая практика будет. Но я уже уверен, что будет куча жалоб, что людям ожидали там 100 тысяч получить, а им дадут 10 тысяч. Скажут, вот такую сумму вы должны получить. Но это ладно. 136 тысяч рублей страховка жизни 3 года назад и ставка 16%. На сегодняшний день мне предлагают 9,9 при условии, что страховка жизни будет 163 тысячи рублей. Как только я отказываюсь от страховки, мне сразу поднимают кредит на 5 пунктов и получается ставка 15,9. Вот это вот честная, настоящая ставка в 2020 году в конце 15,9. Друзья, как 3 года назад она была там 16%, так она и сейчас осталась. Потому что еще тогда тоже можно было отказаться от страховки жизни в силу своей неграмотности. Мы этого не знали. И взяли бы кредит под ту же самую ставку. Вопрос о том, центральный банк сказал, что ключевая ставка 4,25 будет сохраняться. Ключевая ставка это та самая ставка, по которой банки берут деньги взаймы у центрального банка. Мне же 30-летнему человеку, взрослому, семейному человеку, рабочему человеку. У меня есть все документы для того, чтобы подтвердить доход. Вот 15,9%. Как вам такая реальность? Это правда называется. Сразу хочу ответить на ваши комментарии из серии. Дмитрий, ну вот я брал в этом банке кредит или в любом другом. Мне там дали 9,9 без страховки жизни. Такое бывает. Но почему-то это, понимаете, лотерея. Одному повезло, потому что он там зарплатный клиент, потому что он брал кредитку, закрыл кредитку, без косяков. Ну и ряд каких-то своих преимуществ ему, соответственно, дадут понижающую процентную ставку. Мне же, вот, живая ситуация, зашел спросить 16% на момент ноября 2020 года. Где эти обещанные ставки? Где вот эти пониженные проценты? Где мы идем навстречу людям? Вот это страховка жизни 163 тысячи рублей. Мы снимали отдельный сюжет, прям полный, детальный. Я на него ссылку оставлю в описании. Реальная цена страховки на меня и на 1 миллион рублей. Это примерно будет там 20-25 тысяч рублей. Я вам запасом называю. В тот раз насчитывали, у меня там порядка 15 тысяч рублей. Вот это вот реальная цена страховки. Все остальное это комиссионное вознаграждение банку за то, что он привел страховую компанию клиента. То бишь, это их дополнительный доход. И вы об этом уже прекрасно знаете все те, кто смотрят мои ролики. Суть в следующем. Вот какой я делаю вывод. Что 3 года назад давали 16 процентов, 1 миллион средняя вот цифра. Что сейчас дают? Все то же самое. Центральный банк ключевую ставку понизил. В рекламе везде мелькает о том, что ставки стали ниже. Все идет при условии страхования жизни. Это отдельный акцент, который нахрен никому не нужен. Никак эта страховка не работает. Единицы там ей могут воспользоваться. Я такие выводы делаю на основании того, что люди пишут. Не то, чтобы я там как-то на страховку жизни обижен. Нет, абсолютно никак. Вот так рассказывают люди, что столкнулись в неприятной ситуации и оказались посланы нахрен. Знаю, что кого-то там не послали, кому-то сделали выплаты. В общем, друзья, я вам показал объективность. Как это происходит? Вот живой эксперимент. Зашел, все подал, вот такой ответ. Соответственно, все те, кто брали кредиты, давали им под более низкую ставку, без страховых жизней, я вас поздравляю, вам повезло больше. Я вот среднестатистический житель, вот такая картина получается. Смотрите, обязательно подпишитесь на канал, потому что в ближайшее время мы снимем отличный ролик, где я прям детально за 10, ну максимум 15 минут расскажу, как правильно взять кредит в 2020-2021 году. Как понять, какой банк наиболее выгоден для вас. Очень частый вопрос у людей. Дмитрий, подскажи, вот ты там занимаешься кредитами, в какой банк пойти, где наиболее выгодная процентная ставка. Вот я вам без рекламы какого-либо банка просто расскажу, как для вас понять, где вам выгоднее взять кредит. Поэтому подписывайтесь на канал, пишите ваше мнение в комментариях, что вы думаете вот о такой поддержке, вот то, что показывают по новостям, вот как дают банки коммерческие предложения. С таким коммерческим предложением ты никакие претензии никогда никому не предъявишь. Это фуфел самый натуральный. Ставьте лайки, подписывайтесь на инстаграм-канал, а дальше будет больше интересных и полезных роликов. До новых встреч, всем пока-пока.